В давние-давние времена жили-были король и королева. И была у них дочка, принцесса Перлипат, красивый ребёнок, не был ещё на свете. Всё королевство гордило своей принцессой. Но однажды произошла неприятная история. Король поссорился, из-за чего уже не помню, с королевой Мышляндией Мышильдой, которая издавна жила со своими подданными под полом королевской кухни. Рассердившись, король позвал к себе придворного мастера часовых дел Дроссельмейра. Дроссельмейра? Ну да, его звали так же, как и меня. Ну что ж тут удивительного? И велел король этому мастеру изготовить мышеловки, чтобы на веки вечные уничтожить всех подданных королевы Мышильды, а заодно её самое. Дроссельмейр изготовил такие великолепные мышеловки, что тут же в них попались все родичи, сыновья и подданные Мышильды, все, кроме самой Мышильды. Ха-ха! Она была хитрая и умна, очень умна. Она скрылась, поклявшись, отомстить королю. И действительно, через короткое время хитростью пробралась она к принцессе Перлипат, поколдовала над ней, и принцесса превратилась в страшилище с огромной головой и скрюченным тельцем. Дроссельмейр, которого снова призвали, поглядел на звёзды, полистал свои учёные книги и нашёл средство спасти принцессу. Ей нужно было съесть ядрышко ореха крокотук, а орех этот должен был разгрызть и поднести принцессе племянник Дроссельмейра, пригожий славный юноша, который целыми днями щёлкал для всех соседских барышень орехи, за что они прозвали его Красавчик Щелкунчик. Щелкунчик! Не перебивай! За спасение принцессы король обещал юноше её руку. Юноша пришёл во дворец, быстро разгрыз орех, поднёс принцессе и отступил поклонившись. Принцесса проглотила ядрышко и стала прекраснее прежнего. Но молодой Дроссельмейр, отступая, не заметил, как из-под пола с отвратительным писком вылезла королева Мышильда. Юноша наступил на неё и в тот же миг стал так же безобразен, как только что была безобразна принцесса. Мышильда, раздавленная и умирающая, злобно пищала. О, Щелкунчик хитрец, и тебе придёт конец. Мой сынок, король мышиной, не простит моей кончины, а томстит тебе за мать. Принцесса, увидев, как изменился молодой Дроссельмейр, велела прогнать его прочь вместе с его дядей, часовых дел мастером. Вот вся история. Бедный Щелкунчик. Крёстный. А ты, то есть старый мастер Дроссельмейр, не нашёл в своих учёных книгах, как помочь ему? Да говорят, он прочёл в книгах, что уродство Щелкунчика исчезнет только в том случае, если, во-первых, он победит теперешнего мышиного короля, семиголового сына Мышилли. Ну и, во-вторых, если, несмотря на уродство Щелкунчика, его полюбит добрый девушка. Ну, если Щелкунчик и в самом деле храбрец, он не станет особенно церемониться с мышиным королём и вернёт себе былую красоту. Ага, зубы уже исправлены, просто великолепно. А почему у него нет сабли, крёстный? Почему ты ему не дал саблю? Ну, ты неугомонный. Сабля Щелкунчика меня не касается. Пусть сам себе раздобывает, где хочет. Ну, бери своего Щелкунчика, Мари, он совсем здоров. И бегите-ка, дети, к гостям. Гости скучают. Ну, живо-живо. Грёстный, я теперь знаю, что Щелкунчик твой племянник, молодой Дроссельмейр. Отчего же ты не поможешь ему? Может быть, ты права, Мари. Может быть. Но знай, не я, а ты. Ты одна можешь спасти его. Много придётся тебе вытерпеть. Ведь мышиный король стережёт Щелкунчика на всех путях и дорогах. Будь же стойкой и преданной, Мари. Будьте, будь твой племянник, Будьте. Будьте. Будьте.